Mi A2 Lite. Его девиз долой навроты, простоту в массы. Этот смартфон точно понравится вашей маме или бабушке. Самое главное, что вам нужно сейчас знать об этом девайсе, если вы уже пользователь смартфона Xiaomi на оболочке MIUI, то ни в коем случае не берите данный смарт на голом Android и в принципе можете выключать это видео. И наоборот, если вы уже привыкли к голому Android и слышать не желаете о других оболочках, то он вам подойдет. Почему? Давайте разберемся. Привет, я Андрей, вы на канале Smart Plus. Попользовался я данным девайсом и если выбираете себе новый смартфон и рассчитываете на сумму 150-170 долларов и не более, то вот что вам нужно знать об этом девайсе. С виду типичный кирпичик от Xiaomi в современных трендах и широкоформатным дисплеем. Видите эту монобровь? Вы думаете кроме трендов есть причины ее наличия? Тут нет каких-то волшебных датчиков или чего-то, что могло бы не влезть в верхнюю рамку. Это тут просто для красоты. Даже не мечтайте, что сюда завезли разбакировку по лицу. Да-да, разбакировки по лицу нет. Это первое, что отличает от оболочки MIUI. А монобровь это чтобы быть в тренде и большая ее часть просто есть, занимая место просто так. Китайцы любят подражать и вы сами знаете кому. Спинка металл, остальное пластик. Сборка за все время пользования не расстроила. В комплекте есть все необходимое, чехол в том числе, что радует. Помним, что тут microUSB порт, кому это важно. Второй микрофон есть, как и инфракрасный порт. В руке лежит удобно, сканер сзади на спинке и работает вообще без нареканий. Дисплей у нас Full HD, 5.84 дюйма. В целом экран во всем хорош и по цветам и углам обзора. Но расстраивает отсутствие возможности настроить цветовую температуру. Есть только режим защиты зрения. То есть у вас экран или слишком холодный, как в моем случае, ведь я люблю более теплые дисплеи, или очень желтый. Больше выбора нет. Дальше, во время просмотра видео на YouTube я еще в распаковке заметил, что четко под уровень моноброви обрезается экран. Что в свою очередь ведет к тому, что с одной стороны дисплей с острыми углами, а с другой с круглыми. Меня лично это не напрягает, но есть такой момент. И кстати, скругления тут такие нехилые. Настолько уже скруглили, что например во время игры в танки о FPS нужно догадываться лишь по первой цифре. Остальное обрезает. Дальше смотрим на наэкранные кнопки. Лично я давно привык, что кнопка назад с правой стороны. Тут она слева. Когда я полез в настройки изменить расположение кнопок, я удивился. Но такой возможности нет. Как бы странно это не было. Ведь кнопки то наэкранные. Это очень странно и я считаю это недостатком. Хоть привыкнуть можно быстро. Дальше управление жестами. Его тут тоже нет. То есть кнопки скрыть нельзя. Как на MIUI например. Что тоже урезает функционал. В смартфоне установлен Snap 625. Уже хорошо знакомый нам. Что позволит играть в тяжелые игры на средних или низких настройках. При этом сильного нагрева не будет. Скорость работы смартфона на должном уровне. Не лучше и не хуже чем в линейке Redmi в целом. Касаемо звука, то тут все на неплохом уровне. В наушниках звук не кричит. И это не просто так. Xiaomi делает по стандартам европейского рынка. Ведь этот смартфон именно для глобального рынка. Но опять таки. Нет стандартного эквалайзера как в случае с MIUI. И чтобы подстраивать звук под себя. Нужно ставить сторонний софт. По датчикам и работе GPS тут полный порядок. Как на всех Snapdragon. И компас тоже присутствует. Bluetooth 4.2, Wi-Fi двух диапазонный, что радует. И по связи все окей. Один из плюсов о котором я уже упоминал. Это лоток на две сим-карты и карту памяти. Во все бы смартфоны так. Теперь по камерам. Сенсор Sony IMX486. Он такой же как например в смартфоне Redmi S2. На который на канале был прошлый обзор. Тут ожидаемо подобная картина. Днем фоткает нормально. И все же уступает мужа Redmi Note 5 например. Поскольку тут другая оптика. Она более темная с апертурой F2.2. А значит что в условиях плохого освещения ждать чудес не приходится. Вас ждут местами смазы, местами шумы. Так что имейте это в виду. Электронная стабилизация за счет кропа. Конечно же качество может чуть-чуть падать. Но это свойственно такому типу стабилизации. Фронталка тут на 5 мегапикселей. Что тоже не наилучший показатель на рынке за эту цену. Качество на ваших экранах. Сильной стороной данного смартфона есть его автономность. Ведь тут 4000 мА батареи. Плюс энергоэффективный Snapdragon 625. И вуаля. У вас автономный аппаратец. На день полтора, а то и два вам точно хватит. Даже во время игр заряд не тает на глазах. Экран будет выдавать в районе 6-8 часов. Ну что же, подведем итог. В распаковке я упоминал о том, что этот смартфон будет хитом продаж. И это правда. Подумайте сами. Доступная цена, голый Android. Он будет продаваться на прилавках наших магазинов. И люди будут брать и горя не знать. Почему так? Потому что настроек минимум. Разобраться легко. Все интуитивно понятно. Это же мечта непродвинутого пользователя. Например, вашей сестры, матери, отца или даже бабушки. С MIUI им пришлось бы гораздо сложнее. Так что если вы хотите смартфон, который понятен, прост и минималистичен, вот он. Но если же вы раньше уже пользовались MIUI и хотите обновить смарт, то крайне не рекомендую покупать данный гаджет. Вам будет очень многого не хватать. Того же управления жестами нет. Гибких настроек дисплея и звука нет. Но если вы уверены в своих силах и любите познавать новое, любите гибкие оболочки, то есть аналог данного смартфона, но для китайского рынка, на MIUI. Redmi 6 Pro. А также как альтернатива Redmi Note 5. Кстати, обзор на канале есть. Гляньте. И если вас интересуют цены на данные гаджеты, то ссылки, где они покупались, укажу в описании. А в одном из следующих видео я планирую сравнить лоб в лоб данный смартфон и Redmi Note 5. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте колокольчик. А с вами был Smart Plus. Всем удачного выбора и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok